Добрый день, дорогие друзья! Ну, я попробую все-таки, раз тема у нас конкурсная, и через конкурс стартануть на свою тему. Уважаемые коллеги! Ну, в конкурсе, я здесь и до 2002 года, и, знаете, у нас родился очень много семинарий, тоже подготовленных учителей, для того, чтобы они легче участвовали в России, родился такой образ. Кто такой конкурсант? Конкурсант, когда приезжает, он думает, что он из школы самый лучший, и он поставил. Самый-самый лучший. Какую возможность дает конкурс? У нас родился такой образ, что учитель в своей школе вот он как в костюме. И даже если он думает, что он уже так до крышки подостал, то на конкурсе есть возможность вот эту крышку-то и приоткрыть, и посмотреть, а кто рядом. И иногда только оказывается, что ты плаваешь и достиг крышечки, а она только литровая. А рядом стоит 2-литровая, 3-литровая, 5-литровая. И там даже педагоги, которые не достигли крышечки, они-то будут такие... И тут включается сравнение, педагогическая рефлексия. Вот эта тема, которую я как бы избрал, она все-таки продиктована, Милор Николаевна сказала, что нужно вот с позиции современного образования, какой образователь. Анастасия Викторовна сейчас продемонстрировала образец практики, того, как современное образование вплетается уже в профессиональное мастерство учителя, как учитель должен делать. А я позволю себе все-таки сделать шаг назад и проговорить, а почему учитель сегодня должен быть таким. И я знаю, что как бы здесь в основном присутствует... Много присутствует... Заместители директора по учебно-воспитательной работе. Давайте вы поднимите руку, чтобы я признал вас. Спасибо большое. Потому что это как бы главный человек в школе по реализации учебно-воспитательного процесса. Потому что директору сегодня свалилось очень многое другое. А образовательный процесс в классе лежит на этих обычно женских плечах, головах. И все шишки директора обычно долетят на голову этих людей. Итак, поэтому я про вопросы и про возможности зачем. Так как у меня все-таки еще управленческий большой опыт, то я позволю себе немножечко использовать эти функции. Поэтому, кто еще не достал листочки, тетрадочки и так далее, будьте добры, достаньте их. У кого с собой ручки есть, будьте добры, достаньте их. Потому что записывать есть что. Кто еще не достал телефон или улицу, достаньте телефон. То есть можно профотографировать что-то и так далее. Потому что все, кто занимается образованием, знают, что когда послушал, то остается всего 10%. Дальше того, что послушал. Поэтому включаем другие психические функции, чтобы у нас в комплексе все это срабатывалось. Итак, что записывать, вы решаете сами. А сейчас дальше будет про немножечко другое. И так... Так, я тебе там уже не могу. Спасибо. Я сейчас подружусь. Не видно. Да? Видно. Видно, да? И так, я буду комментировать и говорить про то, что сегодня в нашем мире. И так, мир образования действительно важный. Один из ключевых миров. Мир, который дает ученику, ребенку ключи. Ключи в эту жизнь, в этот мир. И он, обретя качество этих ключей, зависит напрямую от образования, которое является тем социальным миром. И так, что в нашем мире? Вот поднимите руки, кто еще до 2000-го года уже работал в нашей школе. Система образования. Большинство. Да? Ну, вот смотрите. Тогда мне легче будет. Тогда я буду сравнивать. Да? Сейчас вот на первом этапе я буду сравнивать, что было раньше, а что сейчас. Итак, мы с вами трудились... Мой педагогический стаж больше 25 лет. И я действительно понимал, что работая в школе, наше общество, которое в то время было, оно было... Ключевой характеристикой его была стабильность. И мир был стабильный. Как бы аббревиатура называет это мир... Подмир, так называемый. То есть, абсолютно стабильный мир. Новый мир с 2000-го, с конца 20-го века, ориентировочно с конца 90-х годов прошлого столетия, Горас сказал, что мир совершенно изменился. Фактически у него совершенно другие. Мир стал непредсказуемым, да? Мир стал изменчивым, неопределённым, сложным. И появилось такое понятие, как «вухомир». И, в принципе, можно уже говорить о том, что... А как себя вести в этом изменчивом мире? Что нужно делать? Оттуда берутся эти изменения? Ну, вот я оставлю здесь только видно, что так называемые глобальные риски. Есть всё время доклад всемирный. Банк всё время делает. Найдите, пожалуйста, в интернете. Он ежегодно... Там ежегодно фиксируются какие-то важные вехи. И здесь и от изменения климата, и от изменения геополитических каких-то моментов... Что важно? Важно, что мир совершенно меняется. Их характеристики, вы смотрите. Простые условия, сложные условия, запутанные условия, хаотичные условия. Хаотичные условия. Многие от слова «хаос» думают, да? Нет, хаос — это тоже порядок. Но когда более одного порядка начинает работать. Когда два человека... Вот у нас иногда в образовательных организациях тоже хаос. Когда директор школы одну политику ведёт, а зависит директор, начинает другую политику вести. Вот тогда как бы школа погружается в хаос. Что важно? Важно в этих условиях понимать, а что тогда на поверхности. Какой опыт становится ключевым для демонстрации, для его тиражирования. Как его найти, этот опыт? И посмотрите. В простых условиях мы всегда находим лучшие практики. Почему так? А потому что у нас есть возможность эти лучшие практики найти, разглядеть. Условия, потому что простые. Длительные, стабильные, да? Смотрите. В сложных условиях уже хорошие практики. Ну и что это значит? Это уже значит даже нет времени разобраться, что же там ключевое, важное, интересное, сущностное. В запутанных и хаотических там уже совершенно другой вот практик. Это я сейчас про что и как это связано с формацией. Несколько лет назад, лет, наверное, десять, я был в мой любимый музей в Москве. Это музей стабильных искусств имени Пушкина. И я попал на выставку французского рисунка. И когда я посмотрел вот экспозицию, первая моя мысль была, ну, есть дети, которые начали школы точно, которые лучше рисуют, чем то, что там было изображено. И я и первая была мысль, как это попало в один из лучших музеев нашей страны. Ваши предположения. Почему? Почему рисунок стал искусственным? Спасибо большое. Спасибо, Анастасия Викторовна. Смотрите. Мы знаем из истории изобразительного искусства, что Ивану свою картину про Христа 33 года рисовал. Что сегодня? Есть ли у сегодняшнего художника времени на то, чтобы 33 года одну тему, одну идею воплощать и так почувствовали разницу? Да? Смотрите. И тогда четко вышло выскакивать понимание, почему опыт, то есть почему конкурсанты учителя года сильно помолодели. Это вопрос, который ежегодно задают члены жюри между собой. Когда ходят, смотри, заметил они, значит, моложе и моложе. Но я обычно говорю это потому, что мы, к сожалению, меняемся тоже. Но и в этом вопросе тоже есть правда. Почему? Смотрите. Что являлось предметом обсуждения на конкурсе? Обычно лучший опыт. Это было раньше. Сегодня на то, чтобы выкристаллизовать этот лучший опыт. И тогда предметом тиражирования может стать идея. Предметом тиражирования может стать модель поведения, модель коммуникации, модель взаимодействия. Она уже через 2-3 года сформировалась, эта модель, и эта модель уже сегодня может тиражироваться в педагогическом сообществе. Итак, это очень важно. Посмотрите, у нас, если сейчас с конкурса, сейчас вернемся в систему образования. В конкурсе смена предмета передового педагогического опыта. Мы говорим, да, предмета рассмотрения того, что нужно. Именно поэтому сегодня у молодых тоже есть очень важные ресурсные так называемые вещи, которые в конкурсе, и не только в конкурсе, а вообще в педагогическом сообществе они сегодня востребованы. Вот ты идея про что. Почему это так? Вот с этого слайда давайте мы стартанем дальше. Суть заключается в том, что, отвечая все-таки концепции больше уже 20 лет, мир уже нашел, какова должна быть концепция. Они не так ее называются, стратегия лидерского вука. Я ее совершенно не буду вам рассказывать, вы ее себе зафиксировали, стратегия лидерского вука. Она тоже опирается на те же самые слова, но только смысл и там совершенно другое. Смотрите, и тогда человек, который хочет быть лидером в этом современном мире и менять что-то, да, он должен обладать пониманием того, что я, чем я управляю. Пониманием себя, смотрите, а, настоятель понимания, да, понимать ясно, представлять перспективу реализации того, что нужно. Нужно быть очень важно инновационным, с инновационным потенциалом. Все очень важно, это то, что Елена Петровна говорила, как авторский план, авторство и замысел, да, доложить. Вот на конкурсе нужно доложить, то есть очень красивое, да, эти молодые слова. Что-то уже рассказали, а вы что доложите тому, что уже сказано. Поэтому от соборы на, безусловно, очень важные концепции, теории, это все нужно знать. Просто раньше мы так в течение всей жизни проникались этим, и сегодня нет этого времени. Сегодня нужно это все знать достаточно быстро. Итак, но, к сожалению, в 20-м году пандемия изменила кухонию. Исследователи, я вот в прошлом году был на конференции Мичиганского института университета технологического, Массачусетского технологического университета, один из ведущих университетов мира. И вот там выступал представитель, который сказал, что мир изменится. Мы в бане мир, так называемый, сошли. Если вы в интернете будете смотреть, имейте в виду баня, вам интернет про баню все расскажет. Очень сложно, даже в интернете очень мало еще статей про то, а что же такое современный мир. А он, смотрите, какими совершенно новыми стал, как бы, свойствами обладать. Хрупкими. Вот, если навести... Ну, сейчас я не достала, Анастасия Викторовна. Тоже пару годов были, я попробовал, старика не берет. Но найдите, пожалуйста, Насиба Талеба, это израильский философ, он размышляет по этому, что такое антихрупкость. Да, как вот, как сегодня коллектив, потому что коллектив педагогический, которым вы управляете, который обеспечивает реализацию образовательных процессов, тоже очень легко распадается. Хрупкие. Отношения хрупкие. Смотрите, как быстро взрываются у нас родители. Только чуть-чуть не то им слово сказал, и уже вы получили на школу петицию. Обычно это не на школу, а сразу на главу, на замклогу и так далее летим. Почему? Потому что вот эти очень важно. И тогда это надо понимать. А раз понимать, тогда это нужно читать, смотреть, погружаться в это и искать, как это преодолевать. Вот мы в профсоюзе это очень серьезно уже поняли, как преодолевать антихрупкость педагогических коллективов. Знаете как? Что рвется? Рвутся профессиональные связи. А тогда их надо чем поддерживать? Профессиональные личностные связи. И тогда те коллективы педагогические, где есть профсоюзная организация хорошая, они вот уже умеют между собой взаимодействовать. Это на личностные контакты и на личностные контакты эту антихрупкость можно преодолеть. Это я шаг в сторону сделал на ключевую тему. И так идем дальше. Что дальше важно? Профессор Кларин из высшей школы, вот он тут записан, но я вам его проговаривал. Выделил очень важное еще, что в 21 веке становится критически важным для нашей с вами профессии людей, которые занимаются образованием. Темпы. Нарастают темпы. Причем очень важно, что для нас становится важным. Темпы устаревания знаний. Смотрите. Есть такая поговорка. Знания сегодня скороборчащихся продуктов. Да? Почему это? Пример. Пейджон. Да? Все помните? В наше время он уже появился и на нашем же как бы жизненном пути он уже исчез. Фотоаппарат Polaroid. Да? Вот он появился и вот он уже исчез. Смотрите. То есть вот это важно становится. Тогда ядро знаний. В педагогическом образовании прям два месяца назад с подачи Министерства просвещения формируется ядро педагогического образования. Мы наконец-то понимаем, что из всей системы знаний нужно выкористоризовывать то, что должно быть неизменным и передаваться на этом этапе с поколением поколений. Что важно следующее? Скорость смены образцов профессиональной деятельности. Второй важный паскулант. Где мы это с вами уже ощутили? Двадцать лет назад до советское время после повышения квалификации какая периодичность была? Раз в пять лет. Раз в пять лет. Смотрите, совсем недавно мы перешли на раз в три года. Почему? Вот вам ответ на этот вопрос. Почему? Потому что скорость смены образцов профессиональных знаний меняется очень быстро. То, что я делал пять лет назад, десять лет назад и уже может быть не востребовано. И поэтому очень часто возникают ситуации, где опыт-то уже и мешает. Потому что социальная ситуация может быть совершенно другой. И иногда даже у нас этого опыта реализации нет. Хотя мы вроде бы с большим педагогическим стажем и так далее. И поэтому только с опорой на молодых нам можно решать какие-то важные вещи. Что дальше? Пример того, какова эта скорость. Смотрите, пример. Я показываю вам технологии, которые реализовывались, которые вышли на 50-миллионного пользователя. И вот сколько времени понадобилось этой технологии на то, чтобы выйти на 50-миллионного пользователя. Смотрите, телефону понадобилось 75 лет. Радио. Радио. Смотрите, почти в два раза быстрее. Телевидение. Смотрите, да? Все наши, значит, компьютеры, социальные сети. И вот даже уже там Твиттер появился. Твиттер первый пробил дно потолок годового. Потому что за год, смотрите, меньше чем за год уже технологии пользовались более 50-миллионных пользователей. Но и уже это не предел. Уже пробит, как бы, потолок месяца. 35, не месяц, 35 дней. Как вы думаете, что? Тикток? Спасибо. Еще варианты? О ком тебе? Инстаграм. Предложение? Мессенджеры? Спасибо. Нет? Ютуб? Нет? Телеграм. Телеграм. Инстаграм? Нет? 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 Не буду долго мучить. Нет? 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 35 дней. 50-миллионных пользователей. Но и это уже не предел. Есть нечто, которое за 19 дней пробило дно 50-миллионного пользователя. Предложение? Майнкрафт. Майнкрафт? Спасибо, что знаете. Да, спасибо. Еще варианты? Pokemon Go. Итак, смотрите. Вот на этом слайде можно уже зафиксировать важные сейчас для нас вещи. Первое. Скорость. Да? Это раз. Вещь, которую мы фиксируем себе. Второе, что очень важно. Это, смотрите, две технологии последние. К какой сфере деятельности относится человечество? Развлекательный. Что? Развлекательный. Развлекательный. Игровой контент. Игры. Итак, смотрите. Игровая технология. Что такое игровая технология? Девятнадцатый век считается веком романов. Самый лучший роман, если хотите. Двадцатый век считается веком кино. Самые лучшие технологии и так далее, которые распространяли, которыми увлекалось все общество и так далее развивалось. Это было кино. Двадцать первый век мы с вами шагнули. Век игры. Именно поэтому генификация сегодня очень важный ресурс. Который сегодня. Почему? Потому что дети уже как бы с младенчества. Они в игре. Они через игру. Наши все профессоры от педагогики. Игровой тип деятельности являются ключевым на первом этапе развития. Но сегодня он не только первый этап ключевой, а может быть формой для реализации дальнейших на всех последующих этапах развития. Сегодня в бизнес пришла игра, в политику пришли игры и в образование. Я сейчас делаю шаг в сторону. Мне кажется очень важно про игру сказать. Потому что здесь раз люди, которые проектируют образовательный процесс, на что обращать внимание надо. Ну вот у меня супруга, она учитель английского языка, и у нее есть один из кадетских классов в Москве. Я думаю, что по всей стране есть кадетские классы. Ну, понимаете, мотивация изучения английского языка, она и в обычных-то классах, даже сильных не очень-то, да, хороша. А уж в классах специфических тоже есть свои особенности. И мы с ней придумали очень важный такой момент генификацию. То есть, раз класс кадетские, то значит, что они понимают, что они знают? Пробычки, о том, как звание расти и так далее. И мы выпустили игру в карту. Задание, система заданий, контрольных, домашних, творческих работ формируется, в баллы переводятся, в баллы образуются. То есть, на что влияет? На углудочку. Два месяца игры. Кто быстрей дорастет до генерала? Да? Красиво? Красиво. Интересно детям. Они понимают это? Да, они понимают это. Потому что это легло на их социальную ситуацию развития, на их образовательную ситуацию. Что важно в генификации? Старт и выход обязательно из игры. Почему важно из игры выходить? Потому что нельзя наше с вами образование превратить только в игру. Да? Мы с вами это знаем, это ценность. Но ресурсы и функции, которые сегодня есть у тех социальных технологий, которые мы используем в образовании, как образовательную технологию, мы должны использовать. Вот как можно, вот как вкрапливается идея какая-то, как она сегодня может реализоваться. Возвращаемся я сюда. Итак, ну темпы, смотрите, я вам показал компании, то есть технологии, которые на 50-миллионного пользователя, уже есть миллиардные пользователи. И вот здесь как раз все наши мессенджеры, которые вы проговорили с левой стороны, Facebook, YouTube и так далее, пацаны, они уже вышли на миллиардного пользователя. Итак, что важно? Что это за темпы такие? Это так называемый экспоненциальный рост, да? Не линейно. Я тебе два раза сказал и два раза мне ученик ответил. Нет. Экспоненциальный такой быстрый рост. Для того, кто про экспоненциальную... Математики, дамите рост. Спасибо большое. Я тоже математик по-базому образованию. Значит, геометрическая прогрессия. Что мы говорим про витки развития, да? Мы говорим, что все развивается по спирали. Два в шестой, два в седьмой, геометрическая прогрессия. Дельта между ними, 64, ну в данном случае числа, я как бы 64 пункта назовем. Два в шестой, два в седьмой, то есть это один шаг в этой функции. А теперь посмотрите, два в шестнадцатой и два в семнадцатой. В этой функции на другом, как уже витке, это тоже всего лишь один шаг. Но посмотрите, дельта какая. Разница между ними 65 тысяч. Из последующих уже миллионы и дальше посмотрите. То есть вот наше с вами общество, вот в таком мы с вами, вот как сыпется как бы сверху. Есть уже такое, что вам просят доклад или что-нибудь прислать срочно вчера? Да? Поднимите руки, кого это раздражает. Спасибо большое. Ну я тут тоже, конечно, стою. Смотрите, первое, что нужно сделать – перестать раздражаться. Вот на эту ситуацию надо перестать раздражаться. Второе – почему это? Почему это так? А вот отсюда почему это так? Вот отсюда. И тогда я сейчас обратно из лекции делаю шахстон, но они кто? Встречаются бессимисты и оптимисты. И бессимист говорит – вот так плохо, вот так плохо, хуже уже некуда, хуже уже некуда. А оптимист говорит – будет еще хуже, будет. Поэтому вот с таким оптимизмом смотрим на все то, что происходит. Ясно? Будет хуже, волноваться по этому поводу не надо, а надо искать инструменты и ресурсы, которые есть в нашем обществе, которые, как бы, в нашем современном мире, которые это позволяют преодолевать. Итак, что еще критически важного для нас? Для нас критически важно, что появляются новые профессии. Атлас профессий сколково. Поднимите, кто уже работает по ним. Атлас новых профессий. Одна рука. Делаем себе, все это фиксировали. Вверху URL-адрес этого. Но вообще этому атласу уже более пяти лет. Смотрите. То есть в это надо погружаться. Что там тревожного? Тревожно – критический вопрос. Скажите, пожалуйста, предположите, есть там профессия учителя? Там горизонт новых профессий. 2030-й год, 2050-й год. Есть профессия учителя? Есть профессия учителя? Ну, как бы, смотрите. И так появляются новые профессии. Игропедагог, игромастер, разработчик образовательных платформ. Игропедагог, эм, если кто-то снял. Ну, ну, и вроде бы, смотрите, это… Я сейчас… я уже вам про 2030-й год сказал, да? И вы сейчас мне скажете. Да что же он там говорит? Это еще лет через 10, как минимум, пройдет. Все знают, что это такое? Мультик. Да, что это? Мультик. Мультик, Мишки, спасибо. Любимый мультик моих детей. Значит, смотрите. Вот тут вам плохо видно, я почитаю. Итак, если кто-то думал, что 2030 я назвал, да, и там игромастер, игротехник, то здесь уже посмотрите, уже сейчас, с 2015 года, уже минимум 6 лет монтируется этот фильм, кто этот фильм делает? Посмотрите, Николай Молчатов, вот первая выделена красная, его профессиональная позиция, сетап, Татьяна Афанасьева, 3D лей-ау, Вячеслав Богданов, продакшн-супервайзер, Александр Людкевич, супервайзер анимации. Вопрос, чем они занимаются? Кто знает, поднимите руку. Один, два, спасибо. Два человека признали, что знают. Смотрите, это о чем говорит? Это говорит о том, что уже сейчас у нас с вами, рядом с нами люди занимаются совершенно другими профессиями, которых еще нет. Нет ни в реестре, нет профессиональных стандартов, нет образовательных организаций, где профессиональных этому бы учили, а уже есть эти профессии. Что это такое? Как образуются эти профессии? Вот на мой взгляд, это, смотрите, это когда мы начинаем разные функции складывать, профессиональные. Функции один, два, три, четыре. Один, два функцию сложил, две профессиональные функции, получил одну профессию. Один, два, пять добавил, получилась другая профессиональная позиция. Тогда вот это мы понимаем, как, как сегодня профессиональные, что важна не просто профессия, а профессиональные позиции, да, профессиональные компетенции, которые складываются в некую функцию, и надо обладать новыми профессиональными функциями. Что еще важно в этом мире? Продолжаем, значит, будьте добры, вот ролик запустите. Звук можно будет убрать. Ну вот компания EarthCamp в этом году представила фотографию Нью-Йорка. Кто ее видел? Добавите руки. Один, два, три, четыре. Смотрите, эта фотография Нью-Йорка сейчас считается самая большая, то есть она, мегапиксели в ней, она позволяет увидеть то, что вроде бы на первичной фотографии, смотрите, совершенно не видно, да. Смотрите, вот куда можно посмотреть и можно как приближается. Вообще-то мой любимый сегодня такой артефакт современный, он позволяет нам с вами подумать, а так ли уж ли мы закрыты с вами в системе образования. Учитель, закрывая дверь, да, думает, что, ну вот, я теперь один на один с детьми. И вот они новые возможности. Вот мне нравится, сейчас кадр покажут, и я тогда, ну, может, пойти дальше. Вот сейчас следующее. То есть, смотрите, на фотографии, мы вообще там даже не видно, что там. Что там? Посмотрите, как это приближается. Вот так приблизилась к нам с вами публичность. Поэтому, когда мы дверь закрыли, мы повышенный голос учителя в 21 веке, это уже не та культурная позиция, на которой можно там кричать о ребенке и так далее. А уж тем более руки поднимать и так далее. То есть, нет понимания, то есть, сегодня учитель в классе, он уже, он остался публичным человеком. И сегодня есть все возможности, чтобы уже, чтобы уже сегодня, когда обедом что-то сделали, а к вечеру уже вся страна знала своих героев. Итак, тогда это про что? Это как раз про понимание того, что современный мир как меняет каждую профессию. И даже в закрытых, казалось бы, нам все время говорят, школа должна быть открытой. А учебный кабинет мы все время закрываем, да? Вот как бы. И даже учебный кабинет сегодня должен быть вот таким. В понимании. Можно сказать, число? Ну, это про новые данные. Я позволю себе его пропустить. Единственное, вот здесь остановлюсь, что сегодня мы становимся свидетелями трансформации. Именно современный мир, это мир трансформации. Самый простой пример. Очередь. Кто вот в нашем 20 веке стоял в очередях? Домитрий. Спасибо. Хорошо. Смотрите, мы все, кто стоял в очереди. Во-первых, я стою. Я, Раиса Дидуевна, стою в очереди. Я знаю, кто впереди меня стоит. Я могу даже поговорить. Причем это мы и делаем. То есть вот оно, то есть я знаю людей, то есть это часть моей жизни. Сегодня, когда вы в Сбербан приходите, там тоже есть очередь. Но смотрите, какая трансформация произошла. Вы остались, вас как идентифицируют? По вашей личности? Нет, вам присвоили номер. Эта технология позволяет вам разговаривать? Нет, вы не знаете впереди стоящего вообще. А лучше вообще не разговаривать, потому что не услышишь, когда номер произойдет. Смотрите, то есть вот она трансформация. Здесь я показал, посмотрите, помните, кто ходил с магнитофоном на мобинах? Кто видел? Спасибо большое. Посмотрите, а сегодня, то есть магнитофон вообще где? То есть сегодня магнитофон уже практически никто и не покупает, потому что сегодня потоковое видео, потоковое аудио, да? Вот оно в конце. То есть мы облачные сервисы совершенно трансформировали это понимание. В этой связи, смотрите, где страшно? Где страшно? Картинка справа. Биосфера и техносфера. Вот эта тема философская Вернадского, о новосфере, да? Оно становится все более и более актуальным. Человек какое место в этом новом мире будет заниматься? Сегодня техносфера, к сожалению, вторгается в нашу, как бы, жизнь. И я сейчас на картинках покажу даже, как и как. Но чуть попозже. Что еще нового, важного, принципиального, нового поколения? Все это понимают, что дети современные, они совершенно другие. У них другие игры, у них другое мышление. Я могу вам привести пример. У меня... Так, это вы сейчас кто-то видео делаете, как-то надо отключить. Значит, немножко перефразируем, значит, по-другому. Но примерно скажем. Значит, суть примера. Я помогал студенту заочного факультета. Я помогаю, я по-разному образованию математику, сдаю математику. Значит, идентификацию прошли, там, все, как бы, все, как бы, первый этап, что сегодня высшее образование у нас, как бы, дистанционно требует. А дальше уже все другие помогают для того, чтобы за 30 минут успеть все это сделать. И смотрите, какой интересный момент. Вопрос, платформа такая, что не позволяет копировать, надо его печатать. И мы впечатываем вопрос, да, как бы, для того, чтобы получить быстро из интернета какие-то ответы и там что-то приложить. Подходит к нам мой сын, ему на тот момент было 5 лет. Нажимает на планшете микрофон и крылья. Что нужно найти? И ровно в одну секунду происходит уже тот сам розыск, приходит, который есть. Смотрите, какая интересная. Мы набирали на набор, тратилось 15-20 секунд, да, я вроде бы так быстро. Но 20 секунд на 30 вопросов, вы получаете, какое колоссальное время мы сэкономили на то, чтобы решить эту проблему. А откуда? А он в мультике так, он нажимает там, уже знает, как бы, нажимает там, мимимишку или там, значит, царевну и так далее. То есть вот оно, новое поколение. Дальше не рассказываю, потому что, единственное, скажу характеристику, концепция пока не признается всем миром о связях этих поколений, но что-то там интересное есть, потому что мы с вами в одном культурном пласте находимся, да, в одном класс культурный, а раз мы все поколения, то понятно, что что-то такое у нас общее есть. И в этой связи эта концепция, она действительно есть. Но тут она глубже, она про психологические, психотипы, реакции психологические, психические процессы. И поэтому нужно почитать. Вот исследование, так называемый, наш Сбербанк проводил, и оно доступно. Но это не очень важно, потому что молодые педагоги, я сейчас заместителем директоров по учебной работе, больше говорю. Молодые педагоги, они совершенно другие, совершенно другие условия нужны. У меня, как бы, наша семья учительская, у нас пять детей, все учителя стали. Я последний. У меня старший брат одно время был директором школы, и у него был такой период, он приходит счастливый в сентябре. Что такое? Оторвал трех головок. Банус раздавал, я раздаю, привез. Довольных, значит, трое. Сентябрь заканчивается, в октябре встречаемся, печально и грустно. Что такое? Он говорит, ну двоих мы уже сейчас не нужны, уже отправлены обратно туда, где были. А с одним еще, как бы, вижу, что можно помочь еще послепить можно. Они другие. Какие они? Не раскрывая. Да? Почитайте, а там все очень хорошо прописано, какие они. И совершенно другая система стимулирования, совершенно другая система мотивации. И поэтому, когда вы думаете, ну потерпи, ну что ты, вы же тоже терпели. Вот это вы можете коллеге своему, как бы сказать, которому за. За, о котором до уже вот так говорить нельзя, да? Он сразу это уже будет по другому господингу. Следующий, новый возраст. Ну, все вы знаете, профсоюз очень жестко стоял на то, чтобы пенсионная реформа не продвигалась. Мы даже не назвали ее реформой. Как бы в профсоюзе была такая позиция. Но в этом, вот у меня было раздвоение в этот момент. Почему? Потому что профсоюзная позиция, я за, за то, чтобы не сдвигать. Но, как бы, вот научная моя позиция, она говорит о том, что, если мы почитаем с вами труды физиологов, которые описывают факты 300 лет, 400 лет, 500 лет назад, люди жили в среднем возраст. Какой там был? 40. 40, да. О, Пушкин это, значит, последний вяземский вошел, да? Старик, верный старик вяземский. А ему на тот момент было 38, по-моему, да? Вот смотрите, да? То есть вот так было. Сегодня мы совершенно другие. Вообще сегодня считается возраст 45-55, вот этот вот возраст, совершенно новым. Это то, чего раньше вообще не было, потому что, когда тебе за 55, ты вроде бы уже такой зрелый себя, а вот этот вот, ты вроде бы еще и юный кто-то там есть, да, можно поискать, и так далее. Но, тем не менее, это так. Вот это сегодня так. У меня, как бы, я в одной школе научных руководителей был, у меня там замедректора была. Она, знаете, как говорила? Я сейчас почему-то вот про возраст. Она говорила, не пускала в школу учителей, значит, не на кого-то. Ну, понятно, что это женщина. Она, знаете, как говорила? Разваливаться надо тоже красиво. Вот принципы, да, деятельности. Это совершенно другое сегодня действительно возраст, и этим надо работать. Следующая важность, смотрите. А что подняли компании? Наша компания Русала, РЖТ, Русгидро, Гастрон и так далее. Корпоративность. Новый тренд в любых организациях. Это про что? Уважаемые коллеги, и те, которые проектируют образовательный процесс, повышение квалификации, педагогов у себя в образовательных организациях. Корпоративность. Что это значит? Это значит, руководство определяет, как и что у меня в педагогическом коллективе будет развиваться у моих учителей. Не просто отправим на курсы в понедельник. Не забудьте, у вас в понедельник вы едете на курсы, и никакой работы с ним не провели, и непонятно, зачем он туда поехал, и не озадаченный он оттуда вернулся. А если еще не поехал, вообще хорошо. Тогда не надо замерзнуть, хотя это дать. Нет, не так. Учиться надо, меняться надо, но надо понимать, чему учить. Ты едешь, мы тебя отправляем на эти курсы, вот это, вот это и вот это. Приезжаешь, делаешь нам на педсовете вот такое выступление, мастер-класс вот такой показываешь, вот это делаешь. То есть как вы встраиваете, как весь педагогический коллектив вместе растет. Как ресурс каждого педагога сделать ресурс в образовательной организации. И это новые запросы, новые заходы. И сегодня я, каждый должен это понимать и это моделировать. Итак, как бы подводим черту. Первую черту, какие важные тренды, системные тренды у нас с вами нарисовываются. Итак, первое. Все, что связано с цифровизацией, роботизацией, хроматизацией. Это значит, что тогда вы сравниваете о вашем мастерстве, как много уже новых информационных и цифровых технологий. Как много. То есть это надо наращивать. Это надо наращивать. Помните, с 2001-2002 волны цифровизации. То есть это та компетенция, которая сегодня есть. То есть если я не владею информационной технологией, я уже не культурный человек. Потому что такое нужно. Потому что это нарастает. Потому что этим надо сегодня пользоваться. Посмотрите, у нее есть в 2001-2002 годах выходила пособие про информационную культуру. Одно из, на мой взгляд, самых лучших пособий про то, как надо в образовательных организациях это вести. Следующие, смотрите, демографические. Я вам показал. И на этом полюсе, и на этом полюсе у нас с вами изменения. Серьезные. Это надо понимать. И мегатренд это все, что связано с ускорением. Если хотите посмотреть, вот в 2018 году «Навыки будущего» Институт Сколкова выпустил. И там об этом можно более внимательно посмотреть, почитать, что это такое. Что важно для нас. То есть первый уровень мы прошли. По времени сориентировать. Еще раз. Значит, что важно вот после этого витка понимать. Как влияют эти тренды. Эти тренды влияют на уклад. На жизненный уклад образовательный. Любой организации. Профсоюзной организации. Семьи уклад меняется. Посмотрите. Вот я вчера прилетел сюда. А по дороге мы с супругой решали. Объявили карантин. А у нас дочка в первом классе. И мы решали, кто как остается. Кто с ней будет. Как она может взаимодействовать с учителем. Вот дирижировали. Вот таким вот образом. То есть это и на жизнь. Посмотрите. Даже личности тоже серьезным образом влияет. Кондратьев говорил о 50-летних укладах. Значит. Это соответствует промышленным революциям. Уклады, по-моему. Да. Как быстро это может произойти смена уклада. Посмотрите. Как после первой промышленной революции. Как менялся уклад. 1900 год. Посмотрите. Это Нью-Йорк авеню 5-е. Вот в этом во всем потоке. Вот выделено красным. Где лошадь. Где речка. До этого времени только. То есть вот эта машина. Эти речки. Это 1900 год. И вот 13 лет. И вот у нас примерно то же самое. А особенно после пандемии мы понимаем, что профессиональная деятельность вообще педагога совершенно изменилась. Качественно изменилась. И это действительно очень серьезно влияет. Что нам, к чему нужно быть готовым. Как предвидеть. Как предвосхищать. Что нужно любому сегодня человеку это образование понимать. Промышленные революции. Которые есть. Первая, вторая, третья, четвертая. Это ноут. По методологии Щетравицкого. Он первый назвал нулевой. Поэтому он только до третьей. Смотрите. Мы с вами находимся на втором этапе. Здесь важна. Посмотрите. Первая. Как бы вот желтая прописана. Чертая. И вот там где появляются первые. То есть красные. У меня. Технология мышления. Итак, первая промышленная революция. Ключевая технология мышления. Какая была у нас требована. Конструирование. Это. 17 век. Вошли в 19 век. Технология мышления проектирована. Вот мы многие. Исследователи уже нашей лентарности. Российской. Говорят, что мы вот здесь. Еще. Поэтому у нас вот требованы всевозможные проекты. Проекты уроков внутри обработки. Учителя. Хорошо ушли от планов урока. Но перешли к проектам урока. К технологическим кармам. Это мы еще здесь. Куда двигаться надо. Смотрите. Следующий этап технологии мышления. Исследование. Это про что? Это про первый самый важный вопрос. Что вы знаете о детях, которые к нам зашли на науку? Что вы о них знаете? Вы знаете их семейные условия? Вы знаете, какая у них ведущая модальность? Вы знаете, какие у них психические функции? Итак, это вот про это. То есть сегодня развертывание образования не может развертываться на среднего ученика. Сегодня мы должны персонализировать. Индивидуальные все формы должны зайти. А для этого только через исследовательскую компоненту. Что я как учитель уже, какие анкетирования, тестирования, что я выявляю, как я преобразую свою профессиональную деятельность. И здесь очень важный вопрос. И я сделаю первый вот такой восприцательный знак. Кто вечером, когда готовится к завтрашнему уроку, размышляет, Ага, я вот это должен рассказать, я вот это буду рассказывать, вот это нужно. Примеры на этих примерах я покажу. Поднимите руки, кто так размышляет. Спасибо большое. А кто так не размышляет? Поднимите руки. Кто мыслит по-другому? Спасибо, я иду к вам. Как вы мыслите, давайте, ваше мышление, мысль про технологию мышления? Ну, я не размышляю, что я буду спрашивать и как я буду спрашивать. Я ставлю прицелу какую-то проблему и потом как ее решить. То есть, проблема головы будет больше. Спасибо большое. Поднимите руки, кто помнит. Что сейчас здесь? Так, вы поняли. А, больше никто не помнит, и я не помню, что вы сказали. Давайте еще раз попробуем. Технология мышления. То есть, смотрите, я задаю, что я, как я размышляю вечером. Вот расскажите, как вы размышляете. То есть, до этого я показал свое. Я буду вот этот параграмм, мне надо, чтобы я прочитал, да? Вот это я буду рассказывать. Вот на этих примерах, вот это второй пример, я вот это буду показывать. Я размышляю как учитель. Вот как? Вы сказали, что это как-то по-другому размышляете. Как? Возможно, я по-другому размышляю. Я знаю тему своего урока. Я предполагаю, какие знания я должна довести до учеников. Но, тем не менее, я это предоставляю в виде проблем, которую они должны решить и сделать вывод по данной теме и приобрести на это в фоне свои знания. Мои дети. Спасибо большое. Итак, почти точно. Аплодисменты. Итак, смотрите, в 2009 году мы мало кто об этом вообще фокусируется на этом. Поднимите руки еще раз, заместитель директора учебно-воспитательной работы. Спасибо большое. У нас, у вас ключевое было. Вся дидактика у нас прописана. Зверева, значит, Шанова и так далее. Про что? Про учебно-воспитательный процесс. Предметом труда учителя выступал учебно-воспитательный процесс. Я моделировал его, что я буду делать, что я должен сделать, чтобы эта тема у меня раскрылась. С 2009 года в федеральный государственный образовательный стандарт изменил нам с вами предмет труда. Теперь предметом труда что является у нас? Не моя деятельность, а деятельность у учеников. И я вечером должен про что думать? Про них. Что они завтра у меня будут делать? Вот этот сдвиг предмета, это называется в дидактике сдвиг цели, то есть предмет труда УВП, учебно-воспитательный процесс, раньше был целью педагогической деятельности, предметом педагогической деятельности, а сегодня чем он является? Громче. Громче. Вот инструмент мне нравится, средство. Спасибо большое. Учебно-воспитательный процесс становится средством для реализации других задач, потому что федеральный государственный образовательный стандарт определил результаты образования, а они где находятся? На ком? У кого они? Образовательные результаты наши с вами. У детей. Мы должны у них сформировать предметы, мета-предметные и личностные результаты. Предмет прицепился к детям, тогда вот она ловите, то есть вот она ключевая дидактическая. И вообще считаю, что я приехал для того, чтобы вот эту фразу вам сказать. Для этого школьного культуры буду начинать прицепиться. Я не использую для того, чтобыrit Я помню, что я, когда молодой пришел, для меня ключевым было, что я должен дать, все предметные содержания моего учебника, тогда мы на учебник ориентировались, не на стандарт, было ключевым моим инструментом реализации моей профессиональной деятельности. А ученики, лишь средства, чтобы я это все рассказал. Видите, какая ключевая была? Я же должен был план урока реализовать. Выхожу, говорю, о, урок получился, все прошли. И так это было в старое время. Сегодня совершенно по-другому. Сегодня мой учебно-распитательный процесс является средством для того, чтобы достигать другие образовательные результаты. Результаты, которые прицеплены к обучающимся. И это важно. И тогда меняется вся дидактика. И тогда я должен вас всех огорчить. У нас пока нет, я пока не видел учебника по-моему. Вот кто об этом пишет, кто об этом говорит. Очень хорошо. Ну, вот как бы я так смело немножечко. Но Гузеев Вячеслав Валерьянович, его как бы книга про образовательные результаты и методы обучения. Вот он очень... Теория Лерни Раскаткина и его методов обучения, их классификация. Оно как раз про учебно-распитательную деятельность наших детей. То есть это те теоретические концепции, которые действительно сообразны сегодняшнему нашему запросу именно к образованию. И в этой связи становится важно, чтобы те, которые проектируют образовательный процесс, понимали, что рекомендовать молодым педагогам и вообще тем, кто меняет образовательный процесс. И одним из инструментов сегодняшнего дня учителя является исследовательская культура. То есть сегодня, раз я... Мои образовательные результаты прицеплены к ученикам, я должен точно знать, у меня 25. Как пошло бы последний, значит, да, в кавычках, как сделать так, это как сильнее говорит профессор, да, как сделать так, чтобы самый, значит, немотивированный, не успешный ученик, но стандарт образования я должен до него довести. И тогда дифференциация обучения и индивидуализация обучения это предмет на что? На то, как мне в ГОС реализовать на всех и каждого. Уловили разницу? Сегодня очень многие дифференциацию и индивидуализацию, знаете, как они понимают? А, этот неспособный, он пусть только пишет. А, этот умеет говорить, он будет мне рассказывать. А, этот вообще ни то, ни второе, будет просто со временем сидеть и время как бы считать. Итак, посмотрите, то есть это что сделано? Это мы с вами нарушаем требования федерального государственного образовательного стандарта. То есть сегодня этот стандарт на каждого, вот так, до каждого должен быть доведен. Это не это сложно. Очень сложно. И поэтому надо искать у каждого его сильную сторону. Его слабую сторону ученика, в учебно-воспитательной его деятельности, то есть тех психических функций, которые вам помогают для того, чтобы достигать эти образовательные результаты. Почему это важно? Потому что потом надо будет нашу деятельность автоматизировать. А это через программирование. Мы все готовимся к четвертой промышленной революции, но я считаю, что вот давайте посидим, хорошо отрабатываем вот это мышление, связанное с проектированием образовательного процесса и смена субъекта деятельности в этом проектировании. Итак, гидактическая концепция, кто записывает? Смена субъекта деятельности ключевое в проектировании образовательного процесса. Не от учителя, а от ученика. Это если мы еще начинаем проектировать. И второе – это вся та исследовательская культура учителя. Ее развивать надо, ее надо поощрять, ее корпоративно надо заводить специалистов, которые будут формировать эту исследовательскую культуру наших учителей. И тогда все сегодня педагогическая аналитика – это ваш новый ресурс. Что она у вас есть? Она у вас есть, педагогическая аналитика. Как вы следите за тем, чтобы дети все наши понимали. Итак, что важно в этой связи? Сколько мне еще? Мы не ограничиваем, Раиса Романовна? Не ограничиваем. На вечер, на вечер. Это может быть чайок и... Нет-нет, я думаю, давайте сейчас я как-то вот променую и перерыв делаю. Потому что у меня сам Федеральный государственный образовательный стандарт, я еще вообще ничего не рассказывал. Это что по установке? Это еще как-то как-то заход на место. Итак, смотрите, что важно. Важно, что вот придут машины, которые будут делать. Важно в этой связи побояться немножечко за нашу педагогическую профессию, с вероятностью от 12 до 90 процентов она тоже, как бы, цифровизованная. Это важно. Тогда это как раз посыл, который Лора Николаевна как раз вначале сказала. Творческая. Наш профсоюз бьется за то, что профессиональные стандарты это не очень работающий инструмент в педагогической деятельности. Потому что нельзя стандартизировать работу учителя. Вот мы очень серьезно стоим на то, чтобы добиваться... Ведь никто же не знает, как актеры. Плохо ли у актеров быть профессиональный стандарт. Как всех наших актеров про стандарты. Вот еще так же про учитель. Но, безусловно, часть вещей автоматизировать и программировать нам тоже нужно. В этой связи что дальше? Посмотрите. Надо бояться вот эту техносферу. Ее надо, действительно, бояться. Но не слишком бояться... Неправильно сказать, да? Неправильное слово сказать. Не бояться, а сегодня вкладывать в наших детей, которые будут жить уже в новом, формировать компетенции нового времени. Знаете, что ключевое? У роботов... Вот это мы, наверное, пропустим, а вот у этого. Давайте мы его можно запустить. Что в диалекте техносфера и биосфера важны? Что мы должны новому поколению передать? Мы должны им передать, что когда только в конце 19-го века научно-техническая революция произошла, и тогда уже философы размышляли. А научно-технический прогресс – это что? Это усиление функций человека или замещение функций человека? Замещение. 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 Вот смотрите. Кто стоит на замещении? Замещение тех функций, которые в каких условиях человек не может сделать. Вот надо вот эту обязательную приписку делать. То есть в комнату с большой радиацией не надо, чтобы человек зашел. Вот это надо доверить роботам. Потому что человек это действительно в этой ситуации сделать не может. Но как только мы пошли в функции замещения функций человека, то набор наших с вами собратных может быть так сильно развестись, что могут быть замещены все. И тогда мы что с вами сделаем? Заместим себя. Вот лучше в этой связи… Вот я сейчас философские вопросы говорю, да? Потому что нужно это передавать и формировать нашим детям. Вот лучше сказать усиление функций человека. Машина, да? Хорошо. Нас усилили в скорости передвижения. Телефон – хорошо, да? Потому что это нас усилило. Но я, моя человеческая функция у меня осталась. И в этой связи вся любая концепция на усиление функций человека, те же самые экзоскелеты, которые появляются, да? Это очень хорошо. Я – основной инструмент, да? Я остаюсь человеком, который в этой жизни, надеюсь, дальше будет жить. Хотя многие футуровки говорят, что 21-21 век – это последний век, где человек живет как цельное живое существо. Все остальное пойдет в гибридное его состояние. Потому что мы увлеклись вот этим, к сожалению, всем. Как почту другую лицо, другую красоту, другую и так далее. Итак, это посмотрите. Вот можно запустить. Не запускайте, да? Не хочется. Ну, найдите, посмотрите. Вот цифровой гуманоид Android Omega. Вот он уже даже эмоции. То есть делали робота, который эмоции даже показывает. А тогда давайте мы посмотрим вот предыдущий слайд. И вот того робота, старшего, которого я убрал. Значит, попробуем его запустить. Получается? Да, его. Вы этот ролик пойдете? Это Boston Robotics, компания. В прошлом году, в 2021 году, они как раз продемонстрировали вот тот уровень, который сегодня есть как раз в робототехнике. Мы тоже будем делать? Есть? А, там сейчас со звуком. Можно чуть-чуть даже продвинуть? Можно чуть-чуть прям, чтобы нам не было? Скидывали. Можно чуть-чуть прям, чтобы нам не было? Скидывали. А там, на самом деле, он достаточно органично вписывается на него. Ну, достаточно. Посмотреть этот ролик у меня стало страшно. Я не знаю, как вам. То есть, это вот как раз концепция замещения человека. Идёт? Ну, давайте как бы дальше посмотрим. Что ещё важно? Потому что сейчас мы как раз, мне кажется, выйдем на образование. И я позволю себе штрихами уже дальше проговаривать на то, как сегодняшний мир меняется. Уклады, значит, дополнительной реальности – это я пропущу. То есть, это действительно сегодня тоже новый ресурс. Надо пробовать. Кто уже 7D пробовал покататься с запахами с водой, чтобы попрызгнуть опять? То есть, это вот 2-3 человека. Смотрите, это очень. Боятся действительно цифровизации. Посмотрите, тоже не буду запускать. Но найдите, например, Микела. Так называемое лицо 2018 года. Журнал «Билд» назвал её лицом, значит, индустрии. То есть, это так называемая индустрия мод и говорит о том, что всё цифровизация. То есть, я не буду сейчас запускать ролик, да? То есть, там в технологическом цифровом мире вот она живёт. У неё, посмотрите, сколько подписчиков. 3 миллиона. Поднимите руки. У кого сегодня такое количество подписчиков? Анастасия Викторовна, у вас сколько подписчиков? Немножко. Немножко. Спасибо. Я могу в этой связи свою боль сейчас делать шаг в сторону. Меня в этом году попросили выступить на Ярославском форуме. Значит, это евро-азиатский культурный диалог. И я готовился неделю. Неделю не спал, размышлял, что ж я буду рассказывать. Неделю как бы презентацию готовил. Знаете, сколько посмотрело моё вступление? 118 человек. И я вот думаю, здесь очень важно. Ресурсы образования и ресурсы культуры. Итак, если мы хотим развиваться, то надо знать следующее. Очень часто первое, что надо понимать – образование – часть культуры. Это для чего? Культура сегодня меняется. Именно поэтому меняется постоянное образование. А культура делает интервенцию в сторону образования. Вопрос – как образование на это реагирует? Отвечает верно на все культурные высоты, которые представляет современное общество. Это первый вопрос. Самый легкий пример. У нас в школе не курят. За собой, пожалуйста. Вот пример. Культурный вызов есть? Есть. А образование решает эту проблему? Она отгораживается. Вот если так часто с вами мы будем отгораживаться от всех проблем, тогда от образования будет съеживаться и ничего не останется. И тогда важно понимать, что сегодня, я считаю, что использовать инструменты современной культуры, а сетевые ресурсы – это уже элемент культуры. Тикток и так далее – это тоже инструмент культуры. То есть это не призываю ни в коем случае всем идти в Тикток. Совершенно не говорю. Не говорю о том, что сегодняшние социальные сети – это как бы вот в наце и так далее. Нет. Я не про это. Я про то, ключевое. Они-то там, а мы от себя, от нашего поколения, что туда не дали. Кто является нашим с вами проводником из нашего профессионального сообщества, которое пойдет в эту среду и там сформирует те самые культурные артефакты, которые они должны взять для того, чтобы не прервалась вот эта цель цивилизационная. И та миссия образования, которая нужна. Потому что миссия образования – это трансфер культуры. Трансфер культуры – миссия образования. В двух ипостасях. От прошлого в будущее через настоящее – это первая трансферная линия. И вторая трансферная линия какая? От более инновационной к менее инновационной. Почему? А потому что культура в настоящее развивается не сплошным текстом, а очагами. Культура распространяется очагами. И что это такое? Это значит, в одной школе у меня может быть одна организационная культура, а через дорогу будет совершенно другая. В моей практике министерской я приехал в одно село, а там две школы. Ровно как раз через дорогу. Захожу, а потом наша методическая тема – «Профилактика вредных привычек людей». То есть, понимаете сразу, во что они детей погрузили? Про что говорят, про что делают, как говорят и что делают? Перехожу через дорогу. Наша методическая тема – «Формирование здорового образа жизни». Итак, посмотрите. Набор элементов педагогических инструментов будет один и тот же. Дискуссии, спортивные мероприятия, завлечения родителей и так далее. А акцент это совершенно другой. Во что погружает? Вот это важно осознавать. То есть, и в этой связи культура в каждых образовательных организациях, она действительно будет совершенно различной. Поэтому ходить надо в гости. Обязательно. Общаться. Выходить на все эти площадки. И двигаться и педагогические коллективы к тем, которые сегодня уже говорят, делают на том современном уровне культуры, который есть. Итак, что надо? Я это пропущу. Все. Презентацию я, наверное, оставлю для того, чтобы можно было напомнить. Передвинуться. Но я хочу… Это я тоже… Трансформация труда. Я об этом вам примерно что-то сказал. Это типы квалификаций. Тоже я все пропущу. Единственное, я здесь делаю. Все, что как бы творческое, посмотрите, за последние годы, все, что творческое, все, что нерутинное, становится, является предметом деятельности педагога. В этой связи, посмотрите, действительно, новый предмет труда. Я вам про него немножечко сказал. Это о том, что так называемые белые, значит, воротнички у нас сегодня приходят. И так и тоже второй подводим черту. Вторая важная черта. Второй слой пришли с вами. Если первый был философский, да, и второй, как бы, из философии образования, уже методологический. И так важно у нас новый социокультурный контекст у системы образования. Связан с новым поколением, новые ценности, которые у него поколение, новые компетенции, которые сегодня востребованы, и все, что связано с цивилизацией. Новый социокультурный контекст современного образования. Итак, в этой связи, как меняется образование? Прямо здесь, и на этом завершу. Итак, первое, сущность. Обучение должно стать, обучение как опыт. Опыт деятельности. Опыт все через день. Все, что ребенок может сделать сам, он, хором 3-4, должен делать сам. Спасибо большое. Это вообще вся идеология любого управления сегодняшнего. Все, что ребенок может сделать сам, он должен делать сам. В этой связи ни в коем случае не переводить ему вопросы, которые только что он прочитал. Он сам это может. Он может прочитать? Первое. Не читать за него. Ни в каком классе. Потому что на открытых уроках, на которых я бываю сложили, задал вопрос учитель. Пошли секунды... Один, два, три, четыре, пять... Ученики жже уже и потекли, сколько нужно ждать, чтобы учить. И что он начал делать? Сама его начинает. Все. Они уже ждут. Поэтому вы, если что бы ни хотели... Тогда у вас должна быть другая система, они должны знать, что в любом случае вы их спросите. И в этой связи, все-таки я, наверное, здесь как раз сделаю пример. Когда я учился в школе, у нас в школе маленькая школа, у нас поселок был городского типа, одна школа, две из поселок. И у нас было два учителя истории. Мы считали, что нам так повезло, у нас была Жанна Ивановна. Оказывается, мы потом узнали, она была из МГУ. И вот ее распределение отправили аж в Казахстан. Так вот, и вот она просто велик. Она чего только не знала. Где она только не была. Любой отпуск – это для нее новая археологическая экспедиция. Когда она приходила и спрашивали мы ее, а что вот там, что она начинала делать? Рассказывать. Рассказывать. Упоенно рассказывать. Потому что она все знает про историю. Это ее вот с таким увлечением она умела рассказывать. Когда приезжала в школу комиссия, к кому вели? К Жанне Ивановне. И комиссия выходила восхищенная. Ах, какой замечательный урок. Точно. Сослицательный знак. Ах, какой замечательный урок. Учитель так много знает. Смотрите. Мерка. Мерка урока. Через кого? Через. Так, это я пока зарисовку сделал. Вернемся к этой зарисовке. Продолжаю дальше. Но когда Жанна Ивановна заболевала или отправлялась в очередную экспедицию, то нас подменял другой учитель. Евгения Васильевна. Евгения Васильевна организовывала занятия по-другому. Она была другая. Никто не проскочит. Никто не пройдет. Мы заходили в класс, она говорила, так сели, открыли учебники. Страница такая. Параграф такой-то. Нашли цифру один перед параграфом. Раньше параграф обязательно за цифрками помечались. Потому что структурные единицы были выделены. Потому что это слово иногда сделано детям. А сегодня, к сожалению, этого нет. Методически упустили этот момент. Итак, читали. Минуту на то, чтобы прочитать. Время пошло. Мы слышали какие-то часы. Мы все сидим и читаем. Минута заканчивается. Она смотрит один. Вот он поднял второй, третий. Немцы любят число три. После третьего уже можно начинать продолжить. Итак, она говорит. Все прочитали. Молодцы. Нашли вопрос номер один к тексту? Параграф. Нашли, прочитали вопрос? Все прочитали? Спасибо. На этот вопрос отвечает... Дальше обязательно педагогическая пауза. Потому что это элемент технологии. Технологии мотивации. Мотивация бывает удивительная, а бывает через негатив, издвигания негатива. Итак, что вы сейчас скажете? Не знаешь, когда кого. Начинаешь что? Соображать. Итак, соображают все? Соображают все. Потому что любого могут спросить. Итак, все соображают. Итак, она... И тут у вас уже, смотрите, спектр возможностей. Можно поднятую руку ответить. Кто второй поднял, кто первый. Можно спросить, кто вообще не поднимает. Отвечает Иванова. Иванова. Отвечает. Иванова встает, отвечает. Отвечает. Все, спасибо большое. Петрова. Иванова все сказала? Спасибо большое. Петрова. Нет дополнений. Спасибо. Сидорова все? Закрываем тему? Все сказали? Все. Хорошо. Спасибо. Молодцы. Двигаемся дальше. Нашли, значит, цифру 2. Подождите, что я не слышал. Найдите вопрос номер 2. Что вы сейчас будете делать? Спасибо большое. Искать ответ на вопрос. Прозвучало из класса. Скажите, пожалуйста, что сейчас произошло? Кто себе поставил педагогическую задачу? Учитель? Учитель. Учитель. Ребенок сам поставил себе педагогическую задачу. Что он сейчас будет читать и искать ответ на тот вопрос, который он только что прочитал. Вот она технология, как не учитель говорит, а мы передаем эту технологию уже в сторону ученика. Ученик становится субъектом. Взросла у него субъектная позиция? Взросла. Итак, спасибо большое. Абсолютно правильно. Итак, еще две минутки вам даю. Кто найдет? Дальше смотрите. Еще минутка прошла. Две минутки прошли. Какой учитель задает вопрос? Кто нашел ответ? Кто нашел ответ? Никто прочитал. Чтение становится чем? Средством. Не целью, а средством. Вот антидактический сдвиг цели. Итак, для того, чтобы... Отвечаем на вопрос. Кто нашел ответ на вопрос? А поднимаются руки обратно и так дальше. Скажите, пожалуйста. Мы Евгения Васильевна любили? Нет. Я ученик тогда шестого класса. Моя мама учительница. Я приходил домой и говорил. Мама, Евгения Васильевна вообще не знает историю. А она нам на умоке ничего не рассказывает. Я прям вот я вам от чистого сердца сейчас говорю о нашей педагогическом делу. Но теперь вопрос. Скажите, пожалуйста. Давайте проверим компетенцию. Вы же сейчас сказали, спасибо большое нашему коллеге, что предмет деятельности изменится. Учитель и ученик, да? От учителя пойдем. От ученика пойдем. То есть первая мерка изменилась в уроках? Изменим. От кого берем? По учителю? По ученику пойдем. По ученику пойдем. Тогда давайте посмотрим. У Жанны Ивановны что учится учитель? Ученик. Слушаю. Спасибо большое. Ну понятно, что там мотивация. Я же сейчас утрирую, да? Но мы целый человек компетенция, умение слушать. Если учитель будет торопаться. Все время. А у Евгения Васильева? Ученик учиться. Читать учиться? Да. Аналитировать. Выбирать из этого текста важное учиться? Да. Учиться. Поднимать вопросы, читать вопросы учиться? Да. Соединяйтесь с текстом, где ответ на вопросы, а где нет. Смотрите, как много компетенций как раз происходит. Это то самое функциональное чтение, про которое сегодня на руках. Итак. Вот оно. Предмет. Смотрите. Я вообще считаю, что Евгений Васильев – это образец в госпитском учитель, так называемый. Да? Это все то, что делает, все, что может делать ученик, он должен делать сам. И это как раз концепция обучения как оба. Обучение на практике. Учить-учиться – ключевая компетенция. Это новая культурная норма. И это ключевая компетенция, которая в августе прописана. И с использованием любых форматов. Это для того, чтобы мы понимали, что такое информационная технология и что за фундамент. И да. Это первое, смотрите, изменение парадигмы образования. Следующее важное – сферы образования. У нас сегодня изменилась сфера образования. Вот все, что вы видим на красном, текст вы не видите. Но это только наше с вами формальное образование. А система образования – это наша. А сфера образования, посмотрите, как много. Посмотрите, как и где может ребенок сегодня взять это знание. Надо только организовать это. Раннее развитие, повышение квалификации, сообщество, образовательные команды и так далее. То есть это сегодня новая совершенно реальность, где ребенок и любой, как бы сегодня взрослый, становятся частью вот этой новой парадигмы образования. Тогда образование через всю жизнь – это новый тренд образования, который мы сегодня должны реализовывать. Что важно, в 2016 году на Томовском форуме была представлена одна из концепций результатов образования, образовательных результатов. К чему нужно стремиться? Образование так называемое 4.0, об этом очень серьезно говорили. Кто видел эту схему? Поднимите руки. Один, два, три. Пять лет. Мы отсюда, вот вся ваша… А кто мучается уже с функциональной грамотой? Четыре. Смотрите, мучается. Вот оно отсюда пришло. Из 16-го года. Посмотрите, представлена концепция, которую очень четко разделили на три больших так называемых блоков образовательных результатов. И слева фундаментальные знания по математике, языковая культура, естественно-научная грамотность – это как раз все то, что сегодня вы занимаетесь функциональной грамотностью. Вот это тот блок, который сегодня важен. Почему? Почему это важно? Почему язык, математика и естественно-научная культура становятся важными? Я кольцую. Я кольцую. Я начинал с чего? Образование – ключ. Ключи в этот мир. Ребенку надо дать ключи в этот мир. Почему это важно? Надо отсоединиться от учителя. Учитель не должен быть всегда рядом. Тогда ему надо передать ключи, сказать, как с этим работать и отправить его. Через что? Что это за ключи? Язык. Он должен уметь сам читать. Если он умеет читать сам, тогда, слава богу, я уже его не держу. Он около меня не держится. Вот это важно. Математическая культура. Почему важно? Кто смотрел интервью Кравцова и Прима Балет, Большой театр? Цискоридзе. Цискоридзе. Кто это видел? Кто видел эту интервью? Один, два, три. И посмотрите, занимательное интервью о Цискоридзе. То есть, Кравцов почему-то решил встретиться с Цискоридзе. И Цискоридзе его, грубо говоря, наш министр обошел по некоторым важным моментам. А Цискоридзе дал вопрос, а зачем надо учить математику? И Кравцов, вроде бы математик, он начал говорить про что? Про ЦИК, про то, что математика важна, надо уметь читать и так далее. Математика – это про мышление. Ни одна наука не развивает так мышление, как математика. Почему? А потому что абстрагирование, синтез, анализ, классификация. Все сразу. То есть, вот это важно. И тогда именно математика. Именно поэтому ПИЗа проверяет именно это. То есть ЦИКС и ПИЛС – это две как раз, которые про математику и про язык. А третье, смотрите, естественно, научная грамотность, потому что жизнь-то надо это понимать. И поэтому тогда ПИЗа с его научным компонентом – это тоже здесь. Итак, это вот здесь, смотрите. А функционально почему? Потому что в 2018 году мы с вами откатились по исследованию ПИЗа. Рассвет, а теперь мы провалились. Почему? Причем провалились не в том, что мы стали как бы плохими, плохими стали местами. Хуже стало по всем показателям. Хуже другое. Там есть, значит, уровни первый, второй, где функционально как раз. У нас увеличилось с 2015 на 2018 год количество детей, которые не преодолели вот этот пример. Вот где было страшно. Вот почему мы сегодня все прыгали в школу, пришла функциональность. Итак, но смотрите, продолжаем. Итак, это здесь важно предметное содержание. Здесь важно предметное содержание. Тогда возвращаемся к вопросовскому уроку. Задачи, показал я как, чтобы дети ставили. Задачи на урок ставят дети, каждый сам себе. А цель урока кто ставит? Поднимите руку, кто считает, что дети. Вот с 2009 года у нас миф ходит, что тема урока и цель урока называют дети. Учитель зашел. Он, его полномочивого государства, реализации федерального государственного образовательного стандарта. Образовательная программа – это программа образовательной организации. Учитель подписался договор о том, что он реализует процесс обучения и воспитания посредством своего предмета. И тогда он владеет содержанием, которое есть образовательной организации. Я захожу и говорю, ребят, и сегодня я сам изучаю. Вот такую тему. Цель, которую вы имеете в виду. Раз, два, три. Но задача, которую давайте попробуем сегодня каждый сам. И тогда не будет вот этого мазохического состояния, когда учитель выпытывает, как бы, чтобы дети сформулировали цель урока и тему. У нас на конкурсе года, совсем нет даты, не буду говорить какой регион, не буду говорить даже какой год. Учитель диалоги. Десять минут от конкурсного урока выпутывало детей, выход на тему, на целях, как он сказал. Ну, первая буква – А, вторая буква – А, третья буква – А, третья буква. Катастрофа. Итак, завершаем. Что здесь важно еще? Посмотрите в этом образовательном. Второй блок – желтый. Это все 4К-компетенции. Это прометно-предметные результаты. Это вот здесь, в виде содержания. И самое главное, посмотрите, обратите внимание, третий блок. Справа, голубой. Это все, что касается черты характера. Вот этой моделью Всемирный Банк на Тавосском форуме признал, что советская модель образования, опирающаяся на систему воспитаний, является обчим. И без воспитательных аспектов, которые формируют черты характера, ничего не достичь. Именно поэтому Макаренко назвал притур четырех великих педагогов 20-го века. Его воспитание в коллективе и через коллектив. И книга, в которой зачитывается сегодня весь номинок европейский. Моральный кодекс правительства. Итак, понятно, что это такое. Потому что черты характера нужно подбирать. Воспитательные аспекты все важны. Так что последней одной фразой? Позиции педагога меняются. Почему в атмосе новых профессий педагога нет, а появляются новые? Потому что новые позиции профессионального учителя. Учитель должен быть навигатором, тьютером, модератором, конструктором, смотрите, ментором, кардиратором. Это все новые позиции. Уважаемые завестители педагогов, которые учебно-воспитают на работу. Эти позиции педагогам надо обучать. Их у учителя пока нет. Профессионального образования не нужно. Поэтому вот ваша тема для корпоративных всех работ и внутриведомственного обучения. Итак, что важно понимать? Что сегодня премьерное содержание лишь только часть компетенции учителя. Новая модель профессионализма. Нужно, чтобы сегодня учитель умел коммуницировать, управлять навыками, командные навыки, навыки выборочного выступления, лидерства и так далее. Колесо профессионалиста серьезно изменилось. Что нужно и тоже? Нельзя сегодня работать в силу. Нельзя сегодня просто удерживать статус-кво. Нельзя сегодня на интуиции работать. Надо работать на новой данной, на новой аналитической культуре. Инструментом этого всего является педагогическая рефлексия. АПЛОДИСМЕНТЫ Во bulldoch. КОНЕЦ